Вирусный ролик Вирусы ответили студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ известные специалисты по вирусным видеороликам Юрий Дегтярев и Артур Гальченко, который также известен под псевдонимом Сэм Никель. Спикеры рассказали, как медиавирус способен повлиять на сознание и мышление каждого. Человек, например, не занимается ничем, видит, что вирусный ролик на него начинает влиять, и он сам меняется. И вот, например, мы приехали и начинаем менять людей, которых сейчас встретим. Спикеры отметили, что прошедший мастер-класс на тему синтезирования медиавирусов в домашних условиях был одинаково полезен как для журналистов, так и для специалистов по рекламе и связям с общественностью. И не только. Артур Гальченко абсолютно убежден, что наработанные навыки работы с вирусником еще не единожды пригодятся абсолютно каждому человеку. Например, договориться с тещей оставить своих детей у нее с помощью какого-то ролика или, не сказав напрямую ей, да, а, например, снять вирусное видео, чтобы она поняла, что, не знаю, оставлять детей. С тобой опасно. Потому что там все оставили с помощью ролика. Да. Творческие работы приглашенных специалистов имеют довольно завидную популярность. Но как создать успешный вирусный ролик? На этот вопрос, к сожалению, однозначного ответа не дано. И единственной верной схемы до сих пор не существует. Ровно как работающих шаблонов и четких алгоритмов. С этим можно смириться. Но гораздо интереснее разобраться, в чем же все-таки заключается эта загадочная формула успеха. О, вот так мы вам и сказали. Да и на самом деле его нет, не знаю, родиться немножко с повернутой головой, с мозгами в повернутой голове. Нужно быть чуть-чуть психом, мне кажется. И, конечно, талантливым психом. Делать искренне надо. Вот что, правильный ответ. Я от сердца. Прошедший мастер-класс еще раз наглядно доказал, насколько важен правильный выбор подачи любой информации. Именно поэтому 90% успешности вирусного видео зависит от идеи. И об этом нужно помнить всегда. Аделья Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...